Добрый день, уважаемые коллеги! Любая дорога, хочешь не хочешь, когда-либо кончается. И мы приближаемся действительно к концу завершения той работы, которую мы в течение долгого времени с вами проводили в течение моих лекций. Я не отступлю от традиции, сложившейся за это время, и начну с того вопроса, который для меня сегодня представляется самым главным. Какой же вывод мы можем сделать из того, о чем мы говорили так долго, последовательно и поступательно значимо? Что произошло в нашем образовании? Почему московское образование стало для меня, и не только для меня, а в реальной действительности столь значимо, и не только практически, но именно теоретически, что не менее, и пусть меня практики простят, а более значимо, потому что только теория позволяет распространять, использовать, повторять, воспроизводить. Без теоретического обоснования этого быть не может. Опыт, не получивший теоретического осмысления, изначально канет в лету. А лето такая река, что она принимает все туда и ничего не возвращает. Поэтому то, что на бумаге не написано, то, что теоретически не осмыслено, будущего не имеет и иметь не может. Никакой опыт сам по себе, без осмысления и обобщения, будущего не имеет. И вот в этой связи, тема сегодняшнего нашего с вами разговора, я ее прочитаю по тексту, философско-педагогическое осмысление модели московской образования как дуалистической реальности. Я надеюсь, что слово всем понятно. Оно означает очень интересную вещь. Неразрывное единство двух противоположных начал, лежащих в основе этого единства. Именно противоположных, не совпадающих, не помогающих, не взаимодействующих, а взаимоотрицающих начал. Впервые в истории человечества образование становится дуалистичным, то есть в основе его будут лежать рациональные эмпирические вещи и чисто абстрактные, теоретические, виртуальные вещи. Впервые в истории человечества возникла удивительная вещь, когда философские положения «я», которые, казалось бы, противоречат здравому разуму, здравому смыслу, становятся основой бытия и социального, и педагогического. И социального, то есть неуправляемого, развиваемого спонтанно, и управляемого проекта, создаваемого педагогического. Всю историю человечества, педагогическое и социальное, находились в взаимодействии и противоречили друг другу. Человечество искало, как должно быть, а жизнь заставляла поступать, как можно поступать, и должно не работало всегда. И поэтому история педагогики свидетельствует о том, как менялось сочетание между социальными и педагогическими факторами. И теория педагогики именно потому и теория, что она попыталась отстаивать то, что находилось в опыте, и не только в опыте, а в человеческих рассуждениях, в человеческой рефлексии. Ведь философия, как попытка проникновения в сущностные явления, означает гениальные возможности разума человеческого проникать в то, что невидимо, что определяет наши отношения и нашу жизнь. Ведь все родовые понятия, все категории – это несуществующие вещи. Родовых понятий в реальной действительности нет и быть не может. Нет мебели, нет понятия «человек», нет понятия «закономерность». То есть понятие это есть, а в реальной действительности ничего этого нет. Это создано разумом человека, который объединял какие-то явления совпадающие, разъединял явления, находил совпадающие между ними стороны, пытался понять, проникнуть в суть того, что происходит в реальной действительности, когда кажется, что это правильно, а на самом деле это глубоко неверно. И не случайно в юриспруденции родилась такая парадоксальная шутка – врет, как очевидец. Видеть и смотреть – это разные вещи. Слышать и слушать – это разные вещи. Проникать в текст, написанный на бумаге – знать теорию и уметь решать задачу – это разные вещи. Быть теоретически подкованным – ведь мы же с вами не можем не знать, что огромное количество философов в реальной жизни было достаточно несчастливыми людьми, потому что они зависели не только от себя, а от той женщины, от тех условий, в которые они попадали, от своей биографии, от очень многих вещей зависит реальный человек. И не случайно личная жизнь ученого может быть одной, а результаты его исследовательской деятельности могут быть совершенно другими. И одной из ошибок, которые мы допускаем, это мы путаем моральные характеристики человека и его достижения в науке. Человек может быть и не очень моральным, а его достижения в науке могут быть очень значимыми. И мы знаем огромное количество не только филфизиков и химиков, но и педагогов, и философов, которые на словах теоретически представляли собой одно знание, а в реальной действительности были совершенно другими. И поэтому, когда мы сегодня требуем, чтобы писатель по своей биографии соответствовал тому, что он пишет, мы, конечно, хотим, чтобы так было, но это не всегда получается, потому что писатель – это человек, который пытается понять жизнь, понять других людей. И не только себя он описывает, он описывает свое понимание происходящего в реальной действительности. И отсюда и возникает необходимость осмыслить, что же собой представляет московское образование как данность, что она привносит в жизнь, что она изменяет в жизни, каких изменений она от нас потребует. И поэтому следующая наша лекция как раз и будет то есть совокупностью задач, которые нам предстоит для того, чтобы окончательно завершить работу по доказательности, состоятельности концепции московского образования. И вот в этой связи дуалистичность московского образования, состоящая из единства эмпирического и абстрактного, сознательного и абстрактного, и виртуального, означает следующую вещь. Помните, в одной из самых лекций я говорил о том, что педагогика развивалась как создание сред, в которых формировалась определенная личность, которая, по замыслу авторов, создатели этой теории, должны были опережать время. Например, Царскосельский лицей Пушкинский, когда создавался, он создавался специально для того, чтобы воспитать совершенно других людей. И это им удалось. Нью-Ленарко Роберта Олэна свидетельствует о том, что можно было в метрах капитализма создавать среду, которая позволяла локально решить какие-то вопросы. И педагогика в этом смысле может быть представлена тремя фамилиями. Фамилии Макаренко, о чем я с вами говорил, который создавал среду, воюющую с тем, что ее окружало, находящуюся в борьбе с тем, что не устраивало, создающую, формирующую нового советского человека, способного идеалистическим целям своим посвятить себя романтическим устремлением. Видеть вот в этой романтической принадлежности смысл своего социального бытия, понимать, что сущность человека только состоит в том, чтобы он служил какой-то высокой цели. Ради чего ты же создан, ты зачем-то же пришел в эту жизнь. Но Макаренко велик не только этим, он еще показал, благодаря чему, при каких условиях такой человек может быть создан. Он создал впервые научную теорию воспитания. Но борьба – это не единственная возможность проявления педагогической среды. Появился Захаренко Антон Александрович, который доказал, что можно объединять усилия школы и социума. И благодаря этому, о чем я вам говорю, создавалась среда, которая позволяла добиваться удивительных результатов. Помните, мне удалось ли передать тот восторг, который я испытывал, приезжая к нему туда, в эту деревню, где состояли современные корпуса, детский дворец, теплицы, в которых выращивались растения всего мира, американцы, французы, немцы, англичане, все приезжали изучать этот опыт Захаренко. Но эту педагогику я называю оазисной педагогикой, которая локально решала вопросы, а всю жизнь изменить она не могла. И поэтому мы всегда говорили, что школа-центр воспитательной работы при советской власти, пытались распространять педагогическое влияние, но социум оказывался сильнее, и в конечном итоге мы все возлагали до того же учителя, доверяя ему возможность формирования творческой решательной проблемы, которые возникали перед социумом, а не только перед той или иной школой. Но вот возникла цифра, возникла новая технология, которая изменила не только школу, а изменила возможности слияния школы и социума. И то, что сделало московское образование усилиями двух человек, Собянина Сергея Семеновича и Калины Исаака Иосифовича, которые поняли, что можно, конечно, ограничиваться какими-то локальными вещами, но угроза настолько сильна и страшна, и не случайно Запад испугался этого дела, и просто переходят сегодня к запрету того, чтобы пользоваться гаджетами, понимая, что они приводят не только, не приводят к развитию, а приводят к отуплению ребенка, превращают его, как я выразился, в возникновение коллективного обломова. Поэтому проблемы состоят именно в том, что впервые в истории человечества образование и социум начинают разговаривать на одном и том же языке, сливаются воедино. Язык школы, язык образования и социума. Мало того, школа не только становится в этой связи средством реализации этих технологий, она становится средством подготовки поколений взрослого, вступающих в жизнь поколений на разных уровнях. Сегодня не овладение этим языком означает историческую гибель того или иного государства, того или иного народа. И вот в этой связи чрезвычайно важно, что московская, создаваемая практически опытным порядком модель, представляет собой на разных уровнях решение удивительно сложной проблемы теоретическом, деятельностном, философском, педагогическом. Впервые это стало возможно именно потому, что московское образование сумело понять, самое главное, если от той или иной проблемы, от той или иной тенденции отступиться, преодолеть ее, отвертеться невозможно, ее надо подчинить разуму человеческому, его идеалам человеческим, гуманистичному, человеку, который понимает, что не он должен подчиняться любой технологии, а наоборот. И самое главное, что то, что сделало сегодня московское образование, открывает самое главное, что для нас сегодня необходимо. Мы говорим о том, что нам нужна стратегия. Да, и то, что сегодня сделано московское образование, является олицетворением ни придуманной, ни выдуманной, ни идеологии, ни стратегии, ни прогностическим вариантом, сценарием, а является отражением той реальной тенденции, от которой никуда не деться. И каким образом можно эту, как говорится, технологию не просто, цифру не просто использовать, а оседлать, используя как помощницу человеческому разуму, интеллекту человеческому. И мне неоднократно приходилось говорить, и я с удовольствием повторю это еще раз, что образование с этих позиций перестает быть единственным средством подготовки ребенка к поступлению в ВУЗ и даже к овладению профессией, хотя это тоже одна из чрезвычайно важных проблем. Самое главное, что несет в себе московское образование, это подготовку молодых поколений, сформированных их готовностей, использовать для своего интеллектуального потенциала безграничные возможности технологии. Стратегия образования становится подготовкой не вообще большинства вступающих в жизнь, и не только к профессии, а обеспечение конкурентоспособности государства, общества. То общество, и тот народ, и то государство, которое сегодня не сможет подчинить интеллекту человека, современные технологии изначально выпадут, обречено из колесницы истории, как я об этом говорю. Поэтому для нас чрезвычайно важно понять, а в чем же смысл того, педагогический, методический, философский смысл, о чем я повторю, вот этой самой технологии, он заключается в том, что, а, мы признаем, что разрыв между той философией, которая была, и философией образования, которая отражает особенности мира образования, перестает быть в виде того разрыва, который был. Сегодня для нас однозначно человек должен одновременно понимать, что все относительно, и в то же самое время все абсолютно в педагогике. Сегодня человек должен понимать, что все мы подвергаем сомнению, и в то же самое время у нашего человека не может не быть ценностей, которые никакому сомнению не подвергаются, ибо они определяют его предназначенность, личностную предназначенность в этой жизни. Сегодняшний ребенок, попадая в эту разорванную галлистичную среду, должен понимать, что, с одной стороны, когда он живет в реальной действительности, он подчиняется законам бытия, традициям, культуре, ценностям своего народа. А с другой стороны, он изначально не может не входить в тот и реальный мир фантазий, который позволяет ему думать, искать, находить новые решения, новые открытия. Без этого ничего не будет. И вот в этой связи для меня чрезвычайно важно, чтобы мы осознали, что московское образование привносит с собой фактом своего существования принципиальные изменения задач, которые стоят перед человечеством. Эта задача – осмысление дуалитичной природообразования, признание, что единство эмпирического и абстрактного изначально должно подчиняться эмпирическому, лишая человека эмоций, возможности переживать и чувствовать. Мы, по сути дела, пытаемся превратить его в робота, которому безразлично чему услужить, кому услужить и что делать. Поэтому отсутствие понимания зависимости между эмпирическим и абстрактным, и виртуальным, состоит именно в том, чтобы мы понимали, что необходимо обеспечить внутреннюю готовность ребенка к тому, чтобы он себя чувствовал и живым человеком, формируя его страстные отношения, личностные отношения к исследовательской деятельности, к пониманию ее сути и его интеллектуальной способности проникнуть в это самое дело. И вот я хочу сказать в этой связи, что то, что происходит сегодня с московским образованием, и те задачи, которые возлагаются на концепцию, которую я разрабатываю, стали возможными. Почему? Потому что, с одной стороны, произошло то, что происходит. Реальные руководители и политические, и ведомственные руководители, и образование, и города следить воедино, понимая, что эту тенденцию надо оседлать, но, с другой стороны, это стало и возможным концептуальным обоснованием, потому что разработана теория прогнозирования, разработана теория диагностирования массового педагогического опыта, разработана теория целеполагания, разработана, самое главное, совокупность условий, обеспечивающих перевод внешних влияний, внешних знаний, существующих вне человека, принимаемые внутренне. Вот эта готовность педагогического учета разных уровней восприятия научного знания позволяет нам сегодня переводить то, что мы хотим, чтобы было усвоено ребенком, в то, что им будет усвоено. И поэтому сегодня вот это единство эмпирического и абстрактного представляет собой вот ту двойную природу бытия и интеллекта человека и чувств его. И самое смешное, что мы должны сделать, самое главное – превратить мысль в чувственное восприятие, чувство в интеллектуальное. И чувство, как данность, должно быть интеллектуально осмыслено и понято. Человек не животное, которое живет, приспосабливаясь только к миру. Человек – существо, которое должно управлять своими чувствами. Отсюда возникают проблемы культуры, педагогического такта, воспитанности. Человек не может себе позволять действовать, как будто бы он один в этом самом мире, с одной стороны, а с другой стороны, наука тоже должна понимать, что она не безгранична, она приносит относительное знание, а не абсолютное. И приносить в жертву знанию бытие народа – недопустимая вещь. И когда мы пытаемся механически переносить образцы другого опыта на землю нашу, мы, с одной стороны, формально думаем, что мы хорошее дело делаем, а на самом деле очень даже плохое. И я не стану отрицать, что когда я пришел из чистой науки, и вся такая чистая наука, будучи при этом и представителем Совета директоров школ России, и председентом Академии творческой педагогики, и разработав систему методов, необходимых родителям, школе и т.д. и т.п. То есть я никогда, решая проблему взаимоотношения педагогической науки и практики, никогда не отрывался от требований реальной действительности и понимал, что на учителя, не имея ответов научных, взваливать то, что мы не сделали, на него недопустимо. Если мы не поймем самого главного, что нам нужно эмоции человеческие направить в русло познания, эмоции человеческие направить, сублимировать в познавательную, в исследовательскую деятельность, мы не поймем вот чего. Что впервые в истории человечества возникла опасность намного большая, чем то, что представляет собой реальная действительность. Смотрите, ведь мы оба же для чего вели? Мы оба же вели для того, чтобы обеспечить безопасность наших детей в реальных поступках. Через дорогу переходишь, встречаешься с разными явлениями. А вот дуалистичность образования заставляет нас понять совсем другое, что кроме иголки, с которой нужно научить обращаться ребенка, огня, спичек, с которыми нужно научить обращаться, газа, возникает цифра. А что это значит? Это значит, что возникает другой мир, который не менее страшен, а в тысячи раз страшнее любого социума с его антюристами, с его мошенничеством, с его воростом, с его коррупцией. Мир якобы свободы, предоставляемой компьютером, это мир поведения человека, формирования ценностей человека. Я никогда не забуду, каким образом к нам приезжал очень богатый человек из Америки и говорил, вы знаете, мои дети богатые люди, но я вам завидую, они не имеют образования, они только бизнесом занимаются. Так вот, уважаемые коллеги, сегодня образование – это средство подготовки к ребенку, к вступлению вот в этот страшный мир виртуального бытия. И если мы этого не сделаем, если мы не найдем пути противоядия педагогического, мы просто-напросто потеряем поколение, вступающее в жизнь. Сегодня мы должны опережать, иммунитетно вырабатывая, готовность к встрече с тем миром, формируя очень простую вещь – не любопытство, а познавательную активность, не проникновение в то, что тебя эмоционально может интересовать, а каким образом готовить тебя к тому миру и к его отношениям. Поэтому мне думается, что проблема субъектности, и я хотел бы всемирно поддержать ту мысль, которую постоянно подчеркивает Исаак Иосифович Калина, что учиться – значит учить себя. А для того, чтобы учить себя, ребенок должен быть научен нами. Для того, чтобы учить себя, ребенок должен изначально хотеть, понимать, что заключается в чем? Заключает смысл учить себя. Что, принуждая себя, сформируя свою волю, человек может испытывать самое высокое удовлетворение, но без образцов, которым ему хотелось бы следовать, ничего не будет. Нам надо создавать микрофильмы, любые фильмы, документальные, любые фильмы, развлекательные, которые бы готовили ребенка к тому, чтобы он понимал, что такой подростковый мир, что вступит в него, какие опасности его там угрожают. И вот в этой связи для меня принципиально важно возвратить в понятие сенситивность, способность возраста воспринимать внешние влияния на лучшим образом не только в детство, но и в подростковый возраст, и в юношеский. Нам нельзя терять ни юношей, ни подростков в реальной действительности. А что значит их терять? Вот сегодня у нас, например, государство как бы вынуждено бороться с теми, кто привлекает детей к политической деятельности, кто вовлекает их в кружки какие-то, кто привлекает их... Почему? Да только потому, что государство в этом смысле не характеризует педагогическое понимание проблем. Ведь мы же с вами люди, мы должны понимать, что если мы не сформируем отношение к тому, что с тем предстоит встреча, а бросать ребенка в воду, не научив его плавать, бессмысленно, значит, давайте понимать, что существует и сенситивная подростковая подготовленность, и юношеская. Мы должны понимать, что истории ничего не надо прятать, надо просто показывать, как трудна она человеческая история. Ведь семейная жизнь – достаточный образец для ребенка понимания, как трудно живется. Нам не надо понимать, прятать что-нибудь, а на самом деле используя это для того, чтобы понимать ребенку, как кем бы он ни был, в каких бы условиях он ни жил, что понятие Родина, понятие отношения, понятие требует сложного, глубокого проникновения в то, что происходит, мотивации того, что происходит. Вот у нас сейчас говорят очень часто, что нам не хватает идеологии. Да, наверное, только все зависит от того, что понимать под идеологией. Если идеология – выдумка какого-нибудь графомана или человека, который влечен гипертрофированно какой-то идеей, это ничего не стоит. Идеология проистекает из бытия человеческого, из того, что зримо, настолько убедительно, что никуда не деться. И вот в этом смысле я хотел бы сказать, что советскую власть погубила его идеология. Ее идеология. Почему погубила? А потому что она заставляла людей нетворчески относиться к ней, понимая, что жизнь меняется, а идеологические каноны становятся мертвыми. Ну, например, чтобы быть понятным, я был классным руководителем одной из московских, девятнадцатой московской школы в седьмом классе. Прихожу на шестой урок, шестой урок, пять у них прошло, на шестой урок после 22-го съезда партии. И слышу, что они мне говорят, смеясь. А мы знаем, о чем вы с нами будете разговаривать. Я говорю, о чем? Не понимаю, что они хотят сказать мне. А вы будете с нами говорить о 22-м съезде партии. Почему удивился я? А потому что до вас было пять учителей, и все пять говорили о 22-м съезде партии. То есть каждый из них хотел лучшего, а в результате добились худшего. Я никогда не забуду, как у нас на философском факультете преподавал марксизм-ленинизм семинарию вел человек, который требовал дословного повторения, не позволяя, требуя заучивать на память фразы. Разве для думающего разума это возможно? Это нужно? Разве дело в увлечении повторения слов, а не той мысли, той сути, ради которой ты готов жизнь отдать? Поэтому сегодня перед нами стоит самая главная задача. Понимание, что московское образование олицетворяет в себе и возможность стратегического развития отечественного образования, но только при одном условии. Если мы теоретически не только обоснуем значение того, что делается в московском образовании, но и процессуально раскроем, как на каждом этапе это должно практически реализоваться. И вот в этой связи принципиально изменяется значение адаптации и преемственности взаимоотношений между эмпирическим уровнем, основанным на здравом смысле, и абстрактным основом на виртуальных закономерностях. Каким образом, как пересекаются эти явления, каким образом нужно готовить ребенка к встрече с тем виртуальным миром, с той виртуальной действительностью, с теми знаками, и для того, чтобы предложить обеспечить пожилому человеку, ему можно пользоваться только самим пониманием, на какую кнопку нажимать, для чего-то. А для ученика нашей школы, для молодого ребенка, этого явно недостаточно. С одной стороны, мы должны его учить жить в этой самой реальности, реализоваться в этой самой реальности, владеть всеми технологиями, понимая, что они должны служить твоему разуму. Ты должен в своей фантазии, в своем мире воображаемом, интеллектуальном создавать то, ради чего ты будешь их использовать. И вот в этой связи срезвычайно важно то, о чем я говорил в одной из своих лекций. В проблеме взаимодействия педагогической науки и практики мне удалось доказать, что существует пять уровней готовности к восприятию научного знания. которые являются основой перевода того, что мы хотим, чего мы требуем от ребенка, в том, чтобы он сам для себя требовал. Для этого он должен отнестись адекватно к тому, что мы ему преподносим. Ведь сегодня, когда мы проводим открытые уроки, мы выясняем, что один понял одно, другой понял другое. Один захотел одного, другой захотел другое. Один увидел одно, другой захотел другого. То есть их какая-то внутренняя готовность к восприятию не зависит от нас. Как же можно сделать, чтобы при любом уровне готовности ребенок воспринимал адекватно то, что мы ему преподносим. И для этой связи я заявляю, что существует внутренняя информационная речь, которой владеет каждый ребенок каким-то количеством слов, смысл, который ему понятен. И если мы с вами это понимаем, то мы не можем не понимать роли русского языка, о чем я тоже не перестаю. Русский язык не является простым учебным предметом. Без русского языка не может быть ни химии, ни физики, ни географии, ни истории, ни литературы. Русский язык – это смысловая основа овладения тем или иным учебным предметом. И вот в этой связи, уважаемые коллеги, для нас принципиально важно понимать, что не связывая нового знания с понятиями, которыми ребенок уже владеет, мы обрекаем только его на то, что он будет либо понят, либо не будет понят. И поэтому очень мало чего достигли используя теории развивающего обучения, потому что они исходили из роли знания самого. А знания должны быть восприняты ребенком адекватно. И поэтому связь между информационным уровнем и тезаростным, понятийным – основа передачи внешних знаний, превращение их во внутренние. Я уже приводил этот пример, я приведу ее снова. Если мы с моей внучкой Ритой ходили в гости к бабушке по сказке «Красная шапочка» и переходили какие-нибудь ручейки, я говорил, «Риточка, а как нужно положить бревно вдоль ручейка или поперек?» Она говорила, «Поперек, девушка». Я говорю, «Правильно, перпендикулярно». И через какое-то время для нее перпендикулярно. И поперек становилось одно и то же. И не надо было объяснять, потому что как только мы начинаем объяснять, а объясняем и повторяем формулировку учебника, то одни понимают, а другие нет. На этом все кончается. Происходит разрыв между тем, что мы говорим, и хотим, чтобы было воспринято, и тем, кто готов воспринять, а кто не готов воспринять. Поэтому проблема заключается именно в том, чтобы второй уровень – перевод от информационного к тезаурусному управляемого. Третий уровень – это методический. Педагогике не только важно, что мы делаем, но и как мы делаем. И если мы это понимаем, то методика должна быть возвращена к нам в реальную действительность. Но как, оказывается, если просто изучать опыт любого другого учителя, любого другого предметника, оказывается, не переносится просто опыт, оказывается, существует набор условий, игнорирование которых не позволяет переносить. Я уже тоже говорил об этом, что когда мы ринулись изучать опыт народных учителей, лучших учителей, приезжая к себе домой, у нас не получалось. Почему? Потому что другие условия, другие ученики. Опытные учителя могут сказать, что даже ты, работая в разных классах, по-разному должен строить свои отношения. Один класс с таким уровнем готовности, другой с другим уровнем готовности. Поэтому для нас с вами чрезвычайно важен не только методический, но и технологический уровень, когда выяснили, и почему, и благодаря чему, и при каких условиях это будет использовано. И вот в этой связи концепция, которую мы разрабатываем, представляет собой основу раскрытия технологического уровня, используя опыта Москвы. Концепция и позволяет нам понять, благодаря каким конкретным условиям, которые мы опишем, достигается этот или иной уровень. Значит, мы опишем, что без единства политической воли и ведомственных усилий ничего не будет, без понимания методики, которая обеспечит перевод механически усваиваемых знаний, используя технологии для того, чтобы ребенок использовал технологии, а не подчинял себя и лени своей эти самые технологии, тоже ничего не будет. Без выявления уровня готовности к созданию такой среды, которая создана в Москве, ничего не будет. Без понимания, что изменяет содержание образования, где впервые в истории человечества город с его возможностями не просто представляет возможности использования того, чем он располагает, а включается в содержание образования. Без его понимания, предпрофессиональной подготовки обязательной для человека, который, учитывая региональную, без регионализации образования, ничего не будет. И вот в этой связи, благодаря этому мы получим возможность, осмысливая то, чего достигло московское образование, не только поддержать то, что сделано широко, а и распространить, превращая это в стратегию развития отечественного образования. Спасибо вам за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.